Взять большой кусок дерева, подержать его в руках, проникнуться его теплом и понять, кем или чем она хочет быть. Тогда уж браться за пилу, стамеску и ножи. Липа, вяз, береза, красное дерево. Из каждой породы получается что-то свое, неповторимое. Как, например, горельеф, вырезанный по мотивам картины Рублева. Дерево имеет свою энергетику, и когда отсечешь все лишнее, энергетика удваивается, усиливается. Особенно вот это вот можно судить по иконе Святой Троицы. Вы знаете, она прошла всю Германию, с севера на юг, в Бонне, в Берлине, в Кельне. Немцы визжали от восторга. Они толпами собирались, они шли на эту икону. Мне предлагали какие-то бешеные деньги, я не отдал. Эта икона должна остаться в России, и она останется. Фигуры животных, предметы декора, лица людей, кропотливо проработанные детали. На картинах и в скульптурах автора можно увидеть не только цвет и форму, но и содержание. Каждая из них наполнена глубочайшим смыслом – переживаниями самого скульптора. Автор скульптуры утверждает, что дерево живое и говорящее. С помощью него можно рассказать о любви и ненависти, добре и зле, и, конечно, рассуждать на философские темы. Но о чем молчит Сальвадор Дали, пока для всех остается загадкой. Несмотря на большую популярность своих работ и спрос на них, Владислав Александров уверен, что продавать свое творчество нельзя без крайней необходимости. Иначе муза искусства может отвернуться от мастера. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.